с пролетариатом в капитале маркс дал маху добрый вечер дорогие товарищи сегодня речь пойдет о капитале маркса и определенных интерпретациях этого основного произведения марксизма вот прошло больше чем полтора столетия со дня выхода в свет первого тома капитала если быть точным сто пятьдесят два года и это произведение марксизма вызывает постоянный интерес как у сторонников так и противников но давайте разберем некоторые попытки трактовать капитал маркса рассматривать или анализировать капитал маркса сравнить его с манифестом коммунистической партии но сначала некоторые вводные замечания вот почему капитал притягивает несомненно всегда к себе такой интерес ведь произведений которые описывают и дают попытку анализа капитализма очень много за эти полтора столетия еще и до маркса были основное наверно в том что капитал представляет себя или дал нам систему знаний то есть он представляет себя как наука не просто набор каких-то важных сведений фактов а капиталистический способ производства который анализировал маркс он представлен системе то есть как наука и не в той системе как иногда пытаются говорить вот системный метод когда берут какое-то живое целое разрезает на кусочки а потом произвольно пытаются собрать в это целое ничего не получается а в основе капитала лежит диалектический метод ну как можно его представить как можно проще ну внешне капитал это три тома вот такой приблизительно толщины я думаю не каждый на руке их может выдержать там много понятий категории экономических законов и все они во первых между собой связаны связаны таким образом что вот самая первая категория она связана самой последней а самая последняя связана с 1 вот это первая особенность и вторая то между этими понятиями категориями законами есть логические переходы то есть цепь доказательств логических рассуждений маркса и получается одно неразрывное целое то есть убери одну категорию все так сказать разрушится не просто разрушится будет непонятно как из одной категории с простейшие развиваются более сложной но самая первая категория этот товар маркси называет элементарная клеточка буржуазного общества кто это элементарной клеточки в себе еще в зародыши находятся все другие понятия категория капитализма а все последующие являются развертыванием саморазвертывание если быть точным этой 1 ну вот первое на основное такое замечание и второе что касается скажем сравнивание манифеста коммунистической партии или принципов коммунизма ранее работы энгельса и капитала значит манифест по своему названию это что он себя представляет такая внешне небольшая тонкая книжечка не изложены основные принципы коммунизма основные принципы поэтому если сравнивать манифест коммунистической партии и капитал но это вот они по содержанию разные то есть капитале представлена представлен капитализм как система со всеми логическими доказательствами и рассуждениями а манифесте изложены основные принципы то есть нельзя из манифеста искать требовать манифест или ставить вину в претензию марсу энгельсу которые написали манифест почему там не представлена вся полнота ну так сказать саморазвертывание капитализма это второе замечание ну а теперь приходим к комментарию того скажем недавно выступил нескольких видеороликах с названием в поисках пролетариата олегу реченский мы провели огромную работу судя по тому как говорит вот они несколько месяцев видимо не один исследовали рассматривали капитал на предмет озвученных вопросов но какой метод примере вот они выбрали из капитала из манифеста из принципов коммунизма скажем все термины понятия связанные с пролетариатом там встретились рабочие рабочий класс совокупные работники многое многое другое и сразу голова конечно пошла кругом вот что получается мы из этого капитала повторяюсь произведения где каждая категория находится связи с другой выберем какие-то одни вот разложим на этом столе он-то приводил цифры что скажем рабочие понятия встречается там почти 1700 раз порядка там около ста раз рабочий класс и так далее то глаза разбегутся потому что мы из живого организма вырезали какие-то кусочки и пытаемся сделать выводы проблема в том что теряется вот эта взаимосвязь всех категорий это раз и во вторых теряются эти логические переходы то есть их нету мы оттуда выбрать и в этом опасность скатиться к тому что капитал будет неправильно понят соответственно не будь не сделаны при неверные выводы но попутно рассматривая скажем проблему пролетариата автор роликов как бы обнаружил по его словам противоречия между внутри капитала и между капиталом и манифестом коммунистической партии это описание пролетариата маркс размазал в капитале по различным понятиям ну сразу оговорюсь что речь идет конечно не о дилектических противоречиях которые как раз присутствует составляет источник самодвижения капитала капитализма в вообще любого общества и в природе вот речь это видимо формальных противоречиях которых якобы вот обнаружил автор роликов поэтому давайте по порядочку рассмотрим их попытаемся разобраться попытаемся найти истину вот я выписал противоречия капитала во втором томе у марса указывается рассматриваться два класса при развитом капитализме а в третьем томе их три и также когда он рассматривает противоречия беру в кавычках между капиталом и манифестом коммунистической партии в третьем томе капитала появляется третий класс противоречие это мнимая давайте еще раз просили логику капитала по-крупному вот три тома в первом томе маркс исследует рассматривает процесс производства капитала во втором томе процесс обращения капитала а в третьем томе те действительные формы которых проявляются капиталистические производственные отношения на поверхности ну почему рассматривается производства да это основно полагающее фундаментальный признак марксизма то есть производство материальных благ и воспроизводства к жизни составляет первую основу жизни всего общества поэтому рассматривается производство производства капитала то есть производство прибавочной стоимости производства стоимости и прибавочной стоимости в котором участвуют наемные рабочие с одной стороны другой стороны класс капиталистов без относительно вот этих больших сказать их отделений различных форм а вот в третьем томе капитала когда уже прибавочная стоимость создана маркс рассматривает как она делится между различными группами капиталистов ох и как там много получается там кроме промышленного капиталиста по торговые капиталисты есть банковские капиталисты они же банкиры и земельные собственники и каждый получает долю каждый претендует но совсем по простому вот наемные рабочие на промышленных предприятиях принадлежащие капиталистам промышленным создали прибавочную стоимость который на поверхности явления выступает как прибыль и вот на эту прибавочную стоимость на прибыль слетели всякого рода там стервятники и коршуны которые начинают делить и вот третьем томе капитала с необходимостью же маркс рассматривает дележку этой прибыли капиталисты промышленные получают предпринимательский доход торговые капиталисты торговую прибыль банкиры банковские капиталисты банковский процент а земельные собственники получают земельную ренту вот именно тогда на этом этапе исследования в третьем томе капитала с необходимостью маркс рассматривает вот этот класс земельных собственников я думаю что здесь единственную претензию можно выставить карлу марксу что пожил но все-таки мало и умер не вовремя и он не успел докончить капитал поэтому последняя глава третьем томе она не завершенной называется классы ну и как мы знаем сказать при жизни марса вышел только первый том капитала 2 том капитала и 3 том капитала уже готовил выпускал свет его единомышленник соратник фридрих энгельс и так это первое второе мнимое противоречие во втором томе есть место где марс возвращается к формулировке что труд есть товар наемных рабочих или другая формулировка которую дает автор роликов продают там в основном труд а тут в основном рабочую силу но я так понимаю там это манифесте коммунистической партии имеется ввиду не продают а маркс и энгельс писали а тут имеется ввиду капитал но должен напомнить что философии в диалектике в частности следует различать явление и сущность я думаю что понятно что сущность не лежит на поверхности явления а явление наоборот более богатые многосторонние иногда противоречит этой сущности но самый простой пример вот есть река течение реки а если поверхность вот на поверхности у нас волны всякие буруны даже противоположное течение бывает это явление а внутри такой спокойно течение реки в одну сторону вот эта сущность так здесь то же самое то есть на поверхности буржуазных явлений представляется дело таким образом что рабочий продает труд а на самом деле сущности рабочие продают не труд капиталисту рабочую силу ну давайте так более подробно рассмотрим вообще вот это положение что рабочие продают труд скажем заработная плата и представляете себя цену труда она представляет ну вот топской положение на котором покоится все буржуазное сознание вот если вы откроете трудовой кодекс это вы там увидите как формулируется заработная плата это вознаграждение за труд но если так то какие проблемы то вы искать вам не нравится ваша заработная плата маленькая плохо работаете труд у вас плохой работайте больше работать интенсивнее можете получите больше заработную плату вот посмотрите это поверхность явлений а в сущности и какие здесь возникают противоречия вот маркс первом томе капитала если не ошибаюсь 17 главе посвященный заработной плате вот разбирает эти противоречия с которыми столкнулась буржуазная политическая экономия ну давайте посмотрим значит заработная плата это цена труда а что такое цена и денежное выражение стоимости а стоимость это все такое труд значит получается труд объясняется трудом масло масляное тавтология пустая то есть противоречие которую нужно разъяснить или с другой стороны посмотрим если труд рабочий продает труд капиталисту то замену что получает получает деньги а деньги то товар выполняющий роль всеобщего эквивалента а товар это что товар есть стоимость тот же труд то здесь два варианта либо обмениваться равное на равное но тогда деятельность любых капиталистов будет бессмысленная потому что ему то важно получить прибыль прибавочную стоимость избыток над тем на что сказать что он направляет производства а если получается неравенство тогда не действует закон стоимости закон стоимости предполагает обмен эквивалентов вот противоречие с которым столкнулась еще до марса буржуазная политическая экономия а разрешил вам марс где разрешил в капитале вот это все разъяснил и разживал то есть продажа труда это поверхность буржуазных производственных отношений а в сущности рабочий продает не труд рабочую силу то есть свою способность труду и капиталист получив на время эту рабочую силу использовать своих интересов а какого не интерес а получить прибавочную стоимость и вот ходе производства на капиталистических предприятиях трудятся рабочие используют свою рабочую силу на средствах производства, принадлежащие капиталистам, и создают новую стоимость, больше, чем стоит сама рабочая сила, прибавочную стоимость, которую на основе закона стоимости, на основе всех законов товарного производства присваивает капиталист. Он не отнимает, не совершает грабеж, не с ножом же горло пристает к рабочим, на основе экономических законов, освещенных юридическими законами. Все по правилам товарного производства. Но если рабочие, вы купили товар в магазине, неважно какой, вот скажем, ручку купили, значит она вам принадлежит, вы ее используете в своих интересах, как считаете нужно, хотите что-то писать, хотите как указку использовать, хотите выкинуть эту ручку. То есть использование потребительной стоимости этой ручки вам принадлежит. То же самое с рабочей силой. Особенность только в том, что рабочая сила, носитель рабочей силы, это живой человек. Но рабой и капиталист купил эту рабочую силу на время, использует в своих интересах для производства товара. А товар, произведенный рабочей силой, кому принадлежит? Капиталисту. И в том-то особенность, специфика, что в этом товаре уже заключена прибавочная стоимость. То есть вот такое различие между тем, как сказать, продажей труда или продажей рабочей силы. Это соотношение между сущностью, точнее и являющейся формой этой сущности. То есть, повторяю, Марс это разъяснил, разжевал в капитале. Поэтому говорить о том, что есть некое мнимое противоречие между тем, что раньше говорили, в основном продается труд, а потом продается рабочая сила, это много не понимать. То есть, можно сказать, что продается труд. Я об этом писался в манифесте Коммунистической партии. Но затем Марс исследовал же, сколько ушло у него, почти 20 лет, на то, чтобы проанализировать капиталистический способ производства. Там написаны были две, скажите, первые экономические рукописи, затем вторые, затем вышел первый том капитала. Вот Марс за этой сущности докопался. То есть, можно говорить, что продается труд, но если понимать, что за ним скрывается эта поверхность явлений, которая противоречит сущности. А в сущности продается рабочая сила. И в капитале об этом все разъяснено и рассказывано. Третье якобы противоречие автор ролика пишет, что в первом томе с развитием капитализма растет нищета рабочих. А в третьем они должны улучшить материальное положение, чтобы увеличить численность. Или такая формулировка. Должны улучшить материальное положение с ходом прогресса в третьем томе, чтобы росла их численность. Давайте еще раз вернемся в диалектике. Есть такие противоречия диалектические. Все, наверное, знакомы, слышали и знают. Как единство борьба противоположностей. Противоречие является источником движения, развития, а точнее самодвижения. Но давайте вернемся опять-таки к отношению между классом капиталистов и классом наемных рабочих. Вот в первом томе капитала Марс раскрывает тайну прибавочной стоимости. Что рабочий своим трудом создает в течение рабочего дня эквивалент стоимости рабочей силы. Как бы работает на себя и создает прибавочную стоимость, которая безвозмездно присваивается капиталистам. Вот и на рабочий день он распадается на две части. Одна часть, как бы рабочий работает на себя, называется необходимое рабочее время. То есть создается эквивалент стоимости рабочей силы. А вторая часть прибавочная стоимость, которая, повторяю, на основании экономических законов товарно-капиталистического хозяйства присваивается безвозмездно капиталистам. Это противоположности. Противоположности. В чем заинтересован капиталист? Цель капитализма, все знают. Производство прибавочной стоимости максимально больше. Вот он заинтересован. Каким путем? Вот, прежде всего, подвинуть рабочего, долю рабочего. Правильно? Вот абсолютная прибавочная стоимость. Увеличить рабочий день. Относительная прибавочная стоимость. Заставить рабочего работать более интенсивно. То есть подвинуть себя, увеличить. Тем самым доля рабочего будет уменьшаться. А интерес рабочего в чем? Ну, чтобы увеличить свою долю-то. Скажем, если стоимость рабочей силы в современной России, сказать, больше 200 тысяч рублей, а средняя заработная плата высококвалифицированных рабочих не дотягивает до 40 тысяч, а, скажем, неквалифицированных там 20 с небольшим тысяч в отношении к пяти, конечно, стремятся. Людям-то надо жить, выживать. Две силы столкнулись. Формально, так сказать, силы равны. Как разрешается вопрос? Борьбой. В этой борьбой. И вот Маркс в капитале делает вывод, что вообще в силу отношений между классом наемных рабочих, классом капиталистов, это борьба, свои интересы. И в рамках капитализма она неразрешима. Теоретически можно предположить, что рабочий, скажем, добьется такого, что все рабочее время будет уходить на ему. Но тогда капитализма и не будет бессмысленно. Конечно, такого не будет. Вот идет эта борьба. И в капитале, и в других произведениях Марса и Энгельса вот это сказано. То есть, идут две тенденции. Поэтому говорить, представлять дело, что там в манифесте говорили об одной тенденции, а в капитале о другой, это значит искажать, так сказать, реальное положение дел, как представляют Марс и Энгельс. Вот они говорят, идет борьба. А какой результат этой борьбы? А это определяется конкретными условиями, конкретной стороны, конкретного исторического развития, даже конкретных предприятий. Ну, давайте вот вернемся к сегодняшней России, скажем, за последние пять лет. И вот опираясь на те выводы, которые сделал Марс в капитале, пытаемся проанализировать, а какая сейчас у нас положение. У нас что, сказать, только повышается было состояние рабочих или только падает. Ну, вот я специально подготовил, так сказать, интересные цифры. Даже буржуазная статистика официально признает, что за последние пять лет реальные доходы и реальная заработная плата в стране падала. Но должен напомнить, есть понятие реальная заработная плата и номинальная. Номинальная заработная плата – это заработная плата, выраженная в деньгах. Вот такая-то сумма денег. Она растет. Ну, вот есть еще замечательная в кавычках изобретение капитализма – инфляция. Когда цены на товары, которые, сказать, потребляет рабочая семья, растут быстрее, чем номинальная заработная плата. Таким образом, реальная заработная плата падает. Так вот, за последние пять лет реальная заработная плата падала. Другое дело – длина рабочего дня. Вот есть исследование ряда специалистов Института социологии Российской Академии Наук, где они говорят, что за три года, с 15 по 17 год, фактически рабочий день, длительность рабочего дня в России увеличилась с 44,3 часа в неделю до 45,3. Я напоминаю, что официально у нас рабочая неделя 40 часов. Как бы. Фактическая – 45. Ну, вот есть такая организация, серьезная международная организация, называется Организация экономического сотрудничества и развития, сокращенно ОЭСР. Туда входит порядка 40 государств. Вот она публикует стратистику фактической продолжительности рабочего года в разных странах. Вот в этих 40 странах. Так вот, Россия находится, по-моему, на третьем месте снизу, там впереди только Мексика и Коста-Рика. 1940 часов в год. Ну, если мы поделим на количество рабочих дней, это порядка там 210-220 за вычетом праздников, выходных, суббот, воскресенье, отпусков, получится где-то 8,8-9 часов в день. То есть, выходим на те же 45 часов. Ну, а в лидерах кто? Германия, 1363 часа в год. Значит, получается там 6-6,5-7 часов. Значит, вывод по отношению к нашей стране какой? Что на протяжении последних пяти лет идет ухудшение материального положения рабочего класса. И в целом ухудшение. А, скажем, в Германии, вот, по отношению к России, там гораздо лучше. Чем это объясняется? Да, вывод-то один. Это активной борьбой, организованной борьбой трудящейся Германии, при этом рабочего класса. Вот я приводил цифру средняя заработная плата. Ну, среднюю заработную плату по стране, наверное, нельзя брать, как средняя температура по больнице. Вот последние сведения Росстата по категориям. То есть, квалифицированные рабочие промышленности получают где-то порядка 36-37 тысяч. Неквалифицированные – 19 тысяч рублей. Но я могу сказать, что в прошлом году зарплата докеров морского порта Санкт-Петербурга, а именно первого контейнерного терминала, составила 92 тысячи рублей. То есть, несколько раз больше. В чем причина? Я в свое время спрашивал у Константина Васильевича Федотова, одного из руководителей профсоюза докеров, первым контейнером терминала. В чем причина, что даже в родственных организациях в 2-3 раза зарплата разницы у докеров? Он говорит, ответ очень простой. Вот где есть профсоюз, где он организует коллективные действия, там зарплата выше. То есть, вывод какой? Вывод тот, что Маркс рассматривал в капитале в единстве, вот эти отношения, как борьбу между классом капиталистов и классом наемных рабочих. Но давайте опять вернемся к определению противоречия. Это не только борьба, это единство противоположностей. Но, как писал Владимир Ильич Ленин, борьба абсолютно, а единство относительно. То есть, единство, есть момент единства между интересами класса капиталистов и класса рабочего класса. Ну, есть, как момент. То есть, когда капиталист повышает производительность труда, организует процесс повышения производительности труда, это означает, что снижается стоимость единства продукции. И вот здесь вот можно ухватить, в том числе и рабочим. Ну, например, в коллективном договоре Владивостокского морского порта был пункт не только полной индексации заработной платы в связи с ростом цен в стране, но также еще определенный процент на повышение заработной платы от роста производительности труда. То есть, на самом деле, вот идет такой противоречивый процесс. То есть, с одной стороны, и рост благосостояния трудящихся, а с другой стороны, может быть, и падение. И все это прилияется в конкретной обстановке, в конкретной стране, даже в конкретной стране на разных предприятиях, может быть, по-разному. Ну, вот третье противоречие. Дальше идем к понятию пролетариата. Значит, автор ролика много чего наговорил, что Маркс им маху дал. С пролетариатом в Капитале Маркс дал маху. Мы не будем, скажем, использовать такие достаточно вульгарные выражения, а более спокойно посмотрим. Вот есть понятие пролетариат, а есть понятие рабочий класс. Наверное, я уж не использовал метод Двуреченского, не разрезал ножницами, не вытаскивал все эти термины. Вот не в этом главное. Вполне возможно, так и есть. Что Маркс в Капитале уже в меньшей степени использует термин пролетариат, а больше использует понятие рабочий, рабочий класс и много других, связанных с этим понятием. Наверное, такая проблема была. Почему? Потому что Фридрих Энгельс, уже после смерти Маркса, готовя английское издание манифеста Коммунистической партии в 1888 году, а манифест вышел в 1848 году, то есть через 40 лет, сделал примечание в отношении, как понимать пролетариат. Видимо, были проблемы, были вопросы. Потому что пролетарий, если буквально понимать эти истории, пролетарий кто такой? Неимущий. Так сюда к неимущим все относятся. Сегодня эти врачи, учителя, кому угодно. Неимущие. А пролетариат – это несколько другое. Поэтому, чтобы не путаться, чтобы расставить все точки нады, Маркс добавил такое примечание, где написал. Под пролетариатом, то есть через 40 лет после выхода первого издания манифеста, в английском издании манифеста Коммунистической партии, он написал, что под пролетариатом понимается класс наемных рабочих. Если короче. Если полностью процитировать, это класс наемных, современных наемных рабочих, которые не имеют своих собственных средств производства и вынуждены продавать рабочую силу. Значит, здесь ключевое, что наемные рабочие. То есть два момента. Кто такие рабочие? Это рабочие, непосредственным результатом труда которых является материальная блага вещи. И второе, наемные, то есть не имеющие свои собственные рабочие силы, собственных средств производства, и они вынуждены продавать капиталисту. Вот, наверное, в соответствии с этой логикой Маркс уже в меньшей степени написал про пролетариат. А больше рабочий, рабочий класс. И это вот первое замечание. Второе. Вернемся опять к самому началу. А ведь что? Вот Маркс дает, например, понятие какой-то категории экономической в капитале. И она что, раз и навсегда данная такая, застывшая, они тоже развиваются. Вот я шел сюда, точнее днем, взял, открыл капитал, называется произведение «Капитал», посмотрел, сколько понятий капитала. Да их очень много. Ну, наверное, одно хорошо известно слушателям. Капитал – это самовозрастающая стоимость. Это вот такое основное понятие капитала. А у Марса в капитале встречается много других, чего там только нет. И деньги, приносящие деньги, и командование над трудом – это тоже определение капитала. Даже такое нашел. Капитал – это самодвижущиеся деньги. Вот о чем это говорит? Вот иной человек, который выделит все эти понятия, термины, определения, вот так вот положит, скажет, да, что-то Маркс, извините, да, за вулигарность в Марху дал. Не в этом дело. Все эти понятия, они не застывшие, они так развиваются, поворачиваются одной гранью, другой гранью, одной стороной. Я вот возьму из первого тома «Капитал» один маленький кусочек. Тот, где Маркс рассматривает этапы развития капиталистической организации труда. Напомню, что это сначала простая кооперация, затем мануфактура, а затем фабрика. Так роль рабочих-то, их функции, они же различны. Ну, что такое кооперация труда? Ну, это такая форма организации труда, при которой много рабочих планомерно работают в одном или связанном между собой процессе производства. Проще говоря, вот когда, скажем, 10 рабочих с этого места, с этого склада переносит кипячи в другое место, под командой какого-то надсмотрщика. Или лопатами роют яму. Вот кооперация труда простая. А мануфактура – это уже более сложная организация капиталистического производства. Это кооперация труда, которая основана на разделении труда. Вот Маркс в «Капитале» приводит очень простой пример. Это производство иголок. Вот один рабочий вытягивает стальную нить, другой рабочий следом обрубает на кусочки, третий делает ушко игольное, четвертый затачивает и так далее. То есть, это уже более развитая функция у рабочих. Или фабрика, как система машин, при которых рабочий уже как придаток. Так, наверное, функции рабочих разные. Отсюда и появляется понятие. Мануфактурный рабочий, фабричный рабочий. И даже такое понятие, как частичный рабочий. Но уже, так сказать, мануфактура, он делает частичную операцию. Разрубает эту стальную нить на кусочки. Уже другие рабочие. И продукт труда – иголка. Это результат труда всех рабочих. А на фабрике? Что, один рабочий производит деталь какую-то от начала до конца? Да нет. Наверное, ему технолог, инженер принесет чертеж. Затем какой-то снабженец, заключая договор, где, так сказать, какие-то необходимые ресурсы будут закуплены, материалы. Финансовый плановый отдел подсчитает, сколько нужно затратить, сколько потратить. Бухгалтер, в конце концов, зарплату посчитает. То есть, результат труда появляется, результат общего труда. Значит, у Марса закономерно появляется понятие «совокупный работник». То есть, вот мы видим, что эти понятия, в том числе и рабочий, рабочий класс, они постоянно развиваются. И вот, когда читаем от начала до конца капитал, тогда все становится на своей полочке. А когда, повторяем, мы выдерем оттуда, вырежем все эти различные понятия определения, вот так разложим на столе их десятки, сотни, то глаза разбегутся. И тогда так и напрашивается сделать вывод, что у Марса что-то не в порядке. Да я думаю, здесь наоборот. У Марса это все в порядке. Я думаю, что не в порядке у тех, кто интерпретирует. Ну, подходим к концу. Еще один важный момент, как бы, по ходу дела автор ролика, помянул понятие диктатуры пролетариата. Ну, правда, не непосредственно, скажем так, скользь. А какого же пролетариата, если вот так столько много понятий? Да, действительно. Если понимать диктатуру пролетариата, как сложение двух терминов, да, диктатура и пролетариат, то голова кругом пойдет. Ну, вот если взять только то, что я вот за 10-5 минут взял из капитала. Есть, пожалуйста, фабричный рабочий, мануфактурный рабочий, совокупный работник, частичный рабочий. Так диктатура кого? Фабричного рабочего? Или частичного рабочего? Или совокупного работника? Нет. Вот здесь мы должны, чтобы ответить на вопрос, обратиться к продолжателю дела Маркса и Энгеса, Владимиру Ленину. Не только теоретику, но и практику социалистической революции, который рассматривал это понятие и четко, однозначно сказал, что это не сумма сложения двух слов, а это единое научно-историко-философское понятие. Ну вот, я думаю, можно здесь подойти к концу. Возвращаемся. Значит, для того, чтобы разговаривать с Марксом как бы наравне, или хотя бы подняться до его уровня, нужно взять и прочитать вот от начала до конца капитал. А также вспомню Владимира Ленина, который говорил, а чтобы вполне полнять капитал, надо простудировать логику Гегеля. Потому что без этого вот будут появляться такие мнимые, противоречивые выводы. Продолжение следует...